Раптор, который и в стену в бетонную прилетел, у него полгода делали. О, смотри, он гнется пальцами. А тут вообще не пробивается. Так а сколько, что, шпаклевка? Ну, больше 5 сантиметров. Ну, блин, самая коша запашок тут такой стрёмненький. Разасаженная была вот в эту сторону. Плюс вот здесь вот шпаклевки. Килограмм стрёмная. Двигатель снимался. Мне ржавый уже хорошо. Весь этот мусор, он здесь с завода. Это хуже какашки. Лексус, варенный жопой, смотрим. Стяжка, стяжка, стяжка. Короче, стяжочек. Друзья, всем привет. Сегодня вы узнаете, чем закончилась история выбора автомобилей на 6 миллионов гривен. Что мы выбрали? Выбрали ли мы? Какие автомобили завернули? Какие мы забраковали? Что мы нашли еще? В общем, пипец. Будет интересно, веселее, чем в первой части. Экспресс-тест по Хонде. Сзади по зазорам красота. Да, вот здесь чуть-чуть не очень. Вот здесь вот уже не очень. Здесь, здесь, здесь. Вот здесь не очень. Вопросы были по переду. Блин, хорошо смотреть, когда знаешь про машину что-то. Из первой части мы помним, что я к этой поездке не готовил. Сын имеется ввиду к сделке. Я не смотрел историю автомобилей. Я туда поехал вторым номером, помощником Андрея, потому что за день нужно было осмотреть много автомобилей. И мы за это взялись и понимаем, что, учитывая сложность ситуации, мы не учли одного. В Эксперте на день именно такая услуга была заказана. Так вот, в Эксперте на день надо осмотреть кучу автомобилей и выбрать всего лишь один. Здесь получается так, что нужно осмотреть кучу автомобилей. И эти же автомобили, или скажем так, лучшие из них, надо посмотреть еще снизу. Вот этого фактора мы не учли. Скажем так, первый опыт. Поэтому я поехал вторым номером. Сразу пройдем по всем номерочкам. Болты здесь не отнимались, двери не снимались. Везде все стоит на своих местах. Здесь не откручивалось. Следов того, что она разбиралась. Такой легкий запашок машины, которая где-то, судя по вот этим пятнам, кто-то тут сильно вспотел. Мы поставили на солнце, оно все выветрилось. И получились такие легкие запашки. Сегодня на запахе у нас какие-то такие машины, ну вот две. Пока только Raptor, то, что я осматривал, он более-менее нормальный по салону, по запаху. Здесь такой вот запах старой машины, что ли. В момент осмотра я сдержался, потому что нас смотрят люди разные, в том числе и брезгливые. Но как передать ту эмоцию, тот запах, который я почувствовал? Вот здесь вот сразу вспомнилась одна из мудростей, или же пословиц народов мира, которая гласит следующее. Настоящий мужчина должен быть вонюч, могуч и волосат. Вот почему-то мне вспоминается лишь только эта интерпретация. Ну ладно, идем дальше. Лейбочка здесь, лейбочка есть, все на своих местах, так, чтобы что-то откручивалось. Нет, пропало сигареты. Но салон такой подзачуханный, честно скажу. Салон, во-первых, он грязный, машина не была на химчистке. Вот это такой пропал жесткий, что с ним сделать? По сиденьям, вот уже отваленная пружина. Сейчас я, если, блин, далеко. Клипсы есть, работает. Так, ладно, идем дальше. По заду, по кузову есть ли вопросы. И здесь должна быть докаточка. Так, следов ремонта в багажнике нет. Здесь вот раз, два, три точки на месте, герметик на месте. Смотрим на другую сторону, точки герметик также. Тут следов того, что отнималось, нет. Вот здесь видно, что пластик не на своем месте. Я смотрю, ни один элемент не откручивался. Замок хороший, камера. Камера есть. Ну, пока, пока неплохо. Здесь не разбиралось. Стекла тоже нормальные. И вот здесь вот видно, что дверь, это уже не ее. Проем видно, что уже крашеный. Вот это тоже дело все откручивалось. Видны засечки. Вот здесь вот даже мусор видно под этим. Можно даже не мерить. Надо померять хотя бы, чтобы понимать, со шпаклевкой. Да, со шпаклевкой вот здесь вот немножко есть. 712, 400. Вот это вот все шпаклевка. И даже вот здесь вот видно жесткий переход по краске. Вот раз, два. Вот эта вот запыленная часть сокрашена. Вот потеки спиленные, заполированные. Вот мусор. И отсутствие венкода. Причем нет венкода не вот здесь. И нету лейба венкоды вот здесь. Но красота. Все в зазорах. Зазор чуть-чуть нахлёст. Вот эта дверь стоит сюда. Это чуть утоплено. Вон следы полироли остались. Но, причем вот здесь вот эта дверь утоплена в середину. Вот здесь она торчит. Что из них поставили неровно? Да, вот здесь вот все в пыли. Вот тоже пыль. Вот-вот. Вот это мусор. И аж до отсюда. Аж до отсюда. Вот здесь тоже все деланное. Нету лейба, что она и здесь крашена. Или просто дверь из другой машины. Да, просто дверь из другого автомобиля. И теперь смотрим в общем по покраске. Крашена. Крашена. Не крашена. На всякий случай контрольная на крыше 127. Я просто фиксирую показания того, что оно фарбованное. Вот здесь вот внизу мы видим, оно сильно фарбованное. Цвет 87 тут тоже крашена. К подушкам. Блин, здесь даже вот так вот этот проем крашеный. Вот так вот выглядит целая безопасность. Не стрелянная. И вот так вот выглядит восстановленная безопасность. Но потолок тоже заморочились. Сделали. Ну, блин, салон, конечно, запашок тут такой стрёмненький. Оно засажено было вот в эту сторону. Потому что вот здесь вот оно вот украшено. Вот видите, плохо. Откровенно. Плюс вот здесь вот шпаклевки. Такое плюс-минус достаточно. Не килограмм, но вот там тоже много. Вот нижняя часть двери шпаклеванная. Вот здесь вот. Не совсем ровно. Если вот так вот поймать игру цвета, вот оно так чуть-чуть. Заровненно. Но шпаклевка здесь вот это все вылеплено со шпаклевки. Если коротко, почему не этот автомобиль, я сейчас поясню. Есть большие подозрения на то, что у этой машины нарушена силовая конструкция самого кузова. И вот эти вот помятые моменты, мы же не видим, чего там дальше. Понятное дело, что можно было уделить больше времени, посмотреть и убедиться, действительно ли нарушено. Но зачем, когда рядом стоит целая куча больших других автомобилей, среди которых можно выбирать. Поэтому эта машина сделана не очень, она уходит в сторону, на фоне других она смотрится плохо. Ну вообще основное подозрение это по безопасности. Вот рычаг. Стрюбное. У меня двигатель снимался. Видишь, салон такой ушатанный. Ну прям вообще-вообще. Я думаю, ее не надо дальше смотреть. Не нравится она мне. Двигатель, то что снимался, то ладно. Какой-то он очень свежий. Ну у нее пробега типа 26300 километров. На лонжероне внутри надпись большая «Малибу». Таким маркером, как на аукционах пишут, как на разборках пишут. Зачем на лонжероне писать «Малибу» изнутри? Ты там вот так никак не напишешь. То есть там свободным доступом было написано «Малибу». Поэтому понял, что движок с нами снимался? Конечно. Ну там и болты видно круче. Пойди посмотри правую сторону. Там левая сторона вот это была влуплена. Вот я отсюда вижу, что болты дверекручные. Какие-то саморезы валяются под аккумулятором. Что-то смотрел, что-то зазвенело, упало. Ну такое, что она рассыпается немного. Короче, мне не нравится. У этого «Малибу» заявлено, что он был слегка влупленный в правую сторону. Ну как слегка. Мы посмотрели по фотографиям. Действительно, визуально слегка. Посмотрели по «Карфаксу». Залетов у него нет. Но мы видим точно, что машина деланная с левой стороны. Вот. Плюс сомнительная надпись с маркером, который используют на разборке. Прямо на лонжероне «Малибу». Плюс шумная работа мотора. Ну, большой выбор автомобилей. Плюс очень ограниченное время на все выбор. Поэтому ответ очевиден, почему этот автомобиль нет. Смотри, как в Америке делают джипы. Скотчем заклеили герметик, чтобы не ржавел. Джип «Ренегейт». Есть царапина очень хорошая. Здесь тоже вмятина. Крышка у нее не крашеная, не снималась. Уплотнитель. Какой-то покоцал. Крыло. Полировали автомобиль. Лак. Подожгли. Он стал матом. Так вы с собой носитесь 90-ка, чтобы сразу подзаряжаться. Можешь гелевый, модный. Хороший пауэрбанк. Дверь не снималась. Везде все в пыли от полироли. Такое он пустое. Не панорама, ничего нет. Автомат есть. Есть вмятина. Очень хорошая. На капоте. Морда почти ровная. Капот, видно, стоит от другого автомобиля. По зазорах надо подрегулировать. Лабаш. Родной. Пока что все стекла родные. Так, здесь поржавело. Он, наверное, притопленный был. Потому что только одно крыло. Да вот, видишь, окисел. Ржавчина. Окисел, окисел. На аварийный он не похож. Ремни все рабочие. Торпеда не крученная. Ничего. Но вот, ржавчинка есть. Сейчас, конечно, влагу сильно не замеряешь. Потому что много китайцев придумывали средств, которые убивают запах вот этот цвели и сушат салон. Там эти баллончики по 150 гривен. Потом здесь только так надо выявлять. Своими ручками и глазками его потом. Так. Да, да. И что, как он? Пока что целый. Ну, не учитывая вот это. Это я даже не делаю. Если у джипа выглядят, ну, стоят нормально вот эти ноздри, то, значит, он либо хорошо сделан, либо не сильно был битый. Но, судя по тому, как шайбы стоят, вот это надо было сделать покрасивее. Типа смещены, короче, вот эти все. Они не от него. Они покрашены. Вот видно? Они покрашены и внутреннее отверстие должно быть чуть меньше, чтобы не было вот такой мутки. Так же вот и здесь, вот набросанные шайбы левые. Лонжерон. Лонжерон ровный. С цицем. С цицем он уже двигателек. Это для них нормально. Их надо перепаковывать. Там раз 70-80 тысяч. Здесь полка ровная. Лонжерон. Здесь, вон, варена. Пята разрезана, варена. И не до конца сварена. Вон, разорвана. Чуть-чуть его край внутрь. Вот сложило. А сказали, что только радиаторы поменяли. Ну, взагалі, якщо це єдиний дефект, це простіше витрим. Ну, його треба зробити. Да. Тож кажем, це все... Мне просто... Да, выставити... По моей политике я не могу рекомендовать, пока оно вот так. Сделається оно нормально, ну, типа, вопросов по ней нет. Машина практически без вопросов, кроме вот этого. Двительствиться, это нормально. Так, кузов весь целый, но вот это не доделать, это... Стыд. Ну, и вмять. Вот это, наверное, самое страшное, что по внешке у этого автомобиля есть. С учетом того, что парни говорят, слушайте, если вам это не нравится, мы это разберем, мы это опять сделаем и предоставим автомобиль такой, как вы хотите. Мы понимаем, что в таком случае к этой машине есть интерес. И эту машину мы берем к себе на галочку в лот для завтрашнего осмотра. Экви-Нокс. Экви-Нокс. Ну что, крыло вообще не прикручено. Да, крыло крутилось. Вам что-то сказать? Мне? Нет. А ты все их смотрел? Нет, я тоже не смотрел. Вот здесь подушка почти адекватно стоит. Вот это, конечно? У них такие зазоры бешеные. Ну, прокуренный салон. Некоторые снимаем, это, наверное, надо... Не, не разбирали. Уже четвертый аккумулятор в сопли ушел. Вот что значит выходить в 4К. И, друзья, это все только для того, чтобы смотрели нас на большом телевизоре. И я вот заметил, что вот эта вот камера в 4К снимает буквально полчаса и все, и садится. Если на Full HD она снимает практически 2 часа, то здесь она снимает... Ну да, в 4 раза меньше поделить. Я, конечно, не думаю, что с этим связано, но... Так, что мы здесь имеем? Радиатор в лицо получил, но ставили его. Он вот погнутый. Вот вперед он ударенный. Здесь даже заморочились с активными железами, поставили. Здесь вот очень стрёмное место. Это вот сама по себе. Вот это вот сама по себе. Это трубка. То есть труба круглая, а это плоская труба. Ну, если можно так сказать. И когда она вот здесь вот так ударенная, то это все до поры до времени на самом деле. Не, может быть, конечно, и будет ходить, но... 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 Так, ладно. Родную краску. Почти родную. Оставим здесь. Конечно, у вас какой-то выпуск сегодня будет. Мало контента. Все честно, все. Что-то нет, нет трэша, конечно. Так, вопрос же не в трэше. Парни, так понимаю, не заморачиваются. Беру то, что действительно можно сделать. У них был Raptor, который в стену в бетонную прилетел. У него полгода делали. Что там делать, хер знает. Ну, такое. Ладно, сейчас осмотрю, расскажу дальше. Капот снимался, регулировался. Даже вот видно подкрашивался. Крыло тоже, понятное дело, снималось. Автомобили, список которых нам скидывали винкод, мы уже все посмотрели. И дальше уже пошел такой легкий слепой обзор. Потому что уже было время за полдень. И времени оставалось мало, машина еще не выбрана. Так вот, Equinox осматривается в режиме, не знаю, медведь проснулся после спячки, бежит на водопой. Вот в таком режиме мы осматривали этот Equinox. Не будем втрачать марный час с побеглой. 173, 201, 199. Что у нас здесь? 168. Итак, что у нас в проемах? В проемах 81. В проемах у нас 81. 118. Ну, такое, не ржавый уже хорошо. Так, подушка здесь есть. С подушкой застегнуть. Я сильно не снимаю потолок. Вот когда надо посмотреть подушку, не снимая уплотнителя. Вот это, ребят, самая стрёмная тема. Потолок очень легко можно сломать. Вот это вот Volkswagen, часть американцев. Это пипец. Очень аккуратно. Потому что сам вот этот потолок, он здесь только тьпук, так надламывается, как картон. Он сам по себе картонный. И будет легкая неприятность. Ну, ладно, пошли дальше. Ну, вот, мусорок. Вот, не собранная нормально. Поэтому здесь стойка тоже, тоже крашеная. Следы полироли. Так, что у нас здесь? Здесь, здесь не до конца собрано. 99, 120, 117, 122. Да, и вот, видно, переплыл крашеная. Ну, ладно, крашеная и крашеная. Пока фиксируем факт. 194, 175, 169, 151, 106, 129, 90. Раз в проеме номера нет, значит, его точно красили. Вот, плюс наплыв видно. Не знаю, камера передаст или нет. Вот, легкий наплыв. Да, подушка здесь есть. А вот, восстановлена она или нет? Ну, пока не вижу, чтобы она залапанная была. Ну, сложена очень аккуратно. Может быть, даже и на заводе. Да, ну, очень красиво так. Все собрать. Тут все хорошо. Тут все замечательно. Так, тут красота. Что-то, чтобы здесь было сильно мрачного, не вижу. И да, вот это вот, то, что эффект замазанной кисточки, это завод. Вот, контрольно проверяем эту сторону. Вот, 71, а с той стороны 120. И плюс тоже, мусор в проемах. Все хорошо. Вот так вот сейчас хреново делают автомобили, но имеется в виду с завода. Я вижу, что здесь проемы, они нормальные, но весь этот мусор, он здесь с завода. Как бы это печально не казалось, но вот так. Здесь неплохо. Пропаленное сидение, конечно, это плохо. А так, а так, а так очень даже и неплохо. По ошибкам она, я так понял, она у него давно, потому что она здесь ездит после севшего аккумулятора. Она уже проехала практически 8 тысяч километров. И это последние, блин, сколько дней я там... Короче, она здесь ездит. Ну, если смотреть, вот этот Nissan, вернее, вот эту машину, тот вот красненький, ну, вот это лучше. Она же по цвету лучше, да, всякая глава. Она тут как бы, блин, ну, вопросов там и мусор в проемах, и лобовое стекло у него китайское стоит. Вообще процветает в полном ходу. Таня, Ваня. Ёпти, сотри. Да я же говорю, Таня, Ваня, вот, смотрите, вот, герметозы, видите? Тихо, 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 блин, сейчас, сейчас, сейчас погнешь. Сейчас пог... Таня и Ваня в бердычи везут. Ну, такой он. Очень стрёмный. Там каркас не держит. Нет, я же тебе говорю, о, смотри, он гнется пальцами. После осмотра электрических блоков этого Эквинокса, я понимаю, что что-то не сходится с момента того, как его отремонтировали. И по сей день эта машина уже проехала более 8000 километров. Я парням задаю вопрос, друзья, как так получается? Машина свежая, восстановленная, сделанная, и уже с таким большим пробегом. Ну, здесь они честно отверлили. Слушай, мы эту машину давали нашему другу на прокат, чтобы он съездил на море со своей семьей и обратно. Ну, я не знаю, наверное, в Испанию на море ездил. Ну, история об этом умалчивает. Ладно, все машины, которые были на площадке, они закончились. Ну, видать, они хотели нам скормить вот эти вот машины, чтобы заполнить 6 лямов, но не влазит. И даже если мы берем этот Эквинокс, а плюс-минус мы его берем на заметочку, если ничего не будет лучше, то мы будем его смотреть более детально, потому что предварительно он осмотрен хорошо. Так вот, все равно машин не хватает. Давайте что-то смотреть дальше. Очень не хочется брать мини-купер, потому что мы знаем, какие задачи у заказчика, и мы понимаем, что эта машина ему не подходит. Но у него так горят глаза. Говорит, парни, это же машина, это просто мечта. У него всего лишь был поврежденный бампер в Америке. Все, давайте осматривать. Ну, окей, хорошо, раз она стоит тут, давайте мы ее и посмотрим. Еще раз доказывает то, что это полочка для того, чтобы женские сумочки скидывать туда. Снутри, давайте, смотрите. Так он по официальной версии уже только в лицо получил. Ну, Мазда тоже была, только морда крашеная. Ну, просто, что мы можем крутить, а что мы не можем. Ну, мы высажены, мы ремонтированы. Ну, фонари, ну, с разборки. Здесь фонарь не стоит. И, возможно, крышка снималась, потому что оно как-то раком стоит. О, зазор. Болты здесь изнутри надо потолок снимать, чтобы их открутить. Кайки. Вот, закрыть багажник сейчас, и вы все поймете. Вот, видите? Вижу. Вот почему и сразу туда глаз упал, в то окошко. Держите, ваш фонарик. Ну, скажи, какой у тебя расход? Небольшой. Масло. На всякий случай. Вот, видно, как у нас поклевано с этой стороны. Вот, сейчас пробуем. Вот, связку засунуть сюда. И как здесь нормально. Вот, если обратить внимание на точки, вот это хорошо. И вот показываю. У него и цвет крыла другой. И цвет крыла другой. И обращаю внимание на то, как вот здесь. С точки зрения потом вот этого вот чуда забрать и продать, то эта машина, ну, нифига не популярна. За 8 лет мы их убирали там. Схит два раза. Ну, хорошо. Ну, допустим, взять всех парней сюда, это на любителя. И тогда, и так далее. И мы еще можем взять формат того, что она... Из-за цены. Ночью случайно купили. Его друг Сережа и Кирилла взял. Вот этот? Да, дай тебе покатаюсь. Ну, бери. Ну, знаешь, разбил, купил. Ага. Ну, базара нет. Он взял, где-то припарковал. Притер лишь задний бампер. Крыло притерли на нем. Потому что мы докрашивали. Это уже в Украине сделано. То есть там ничего серьезного, но суть в том, что вот пришлось покрашивать еще по заднице. А он, по сути, был куплен в Штатах ночью. Розакомплектованный по морду. Установочной панели не было. Радиаторов не было. Ничего не было. С капотом вот так. За недорого. Вот что его купили. И там пробег небольшой. То есть он не был там гашен, и лонжерон, и ничего там не трогались. Допустим, как ренегатель. Имеем следующую историю. Изначально было заявлено, что автомобиль лупленный только в передний бампер. Он был разакомплектованный, его скомплектовали, собрали, и все классно. По факту после осмотра, после беглого осмотра, выясняется, что эта машина была луплена еще и в заднюю часть. И это после того, когда она уже имела пробег по Украине. То есть она здесь покаталась по тогда еще не отремонтированным дорогам. Получила сзади, снова отремонтировали ее, снова собрали. Окей. Но надо сильно любить мини-купер, потому что стоимость автомобиля 18 тысяч за 2016 год. Ребята, это дофига. Тем более мы точно знаем задачи заказчика, и эта машина ему не подходит, как бы у него глаза не горели. В разговоре выясняется, что у парней есть рядышком еще Toyota Tundra. Какой нафиг Raptor? Надо ехать смотреть Tundra. Ну потому что... Ладно, едем смотреть Toyota Tundra. Субтитры сделал DimaTorzok твое слово вроде бы блин тут козлятина не воняет в машине нет такого запаха у всех предыдущих открываешь и не то не то после мы не не то потому что мы после обеда не той нормальной химчистки было но за эту запах американскими двери снимались передние нет 14 16 48 56 это мы знаешь она точно не получала я думаю что надо ставить эту машину покой со шпаклеванной рамой и реально там есть место где и 800 было объективно с той стороны 47 микрон 50 здесь блин 800 местами поэтому хорошая машина что следующее европей по зашпаклевали и чухали этой шкурой до ресурсом тоже припакованные с кабани на своем месте стоит они уже покрасили это подкрасить поэтому она не продалась за 80 77 теперь за 67 тоже она не хочет продаваться то есть объективы может быть обрана из-за того что подогнута было может так а сколько что шкурки больше пяти сантиметров это же промышленный тут же вот здесь вот поймала четыре шесть пять 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 четыре шесть сантиметра были но это это пипец но это 10 показали если 38 но я думаю не кузов просто повел это хуже какашки я думал хоть что-то нормальная сиху я смотрю шоколадная не служит продали лексус вареной жопой смотрим рама почему плохо когда она варена я сейчас объясню потому что большинство рам сборные вот средняя часть когда заходит в среднюю часть передняя задняя часть не стык в стык а в среднюю заходит она варится с двух сторон и это крепкая это нормально но когда вареная рама стык в стык потом сварочный шов зачищают зашпаклевывает блин 300 килограмм в прицеп и жопа этой машине ну рама просто лопнет поэтому это очень плохо это это кошмар это ужас ну то есть вот так варить раму нельзя она сварена именно вот так в том месте она лопнула ее сварили зачистили зашпаклевали чтобы не было видно и бегом на базар пойдет вот ответ на вопрос почему эта машина с не продалась не за 82 и не продастся за 67 хотя если кто-то найдется такой кто не посмотрит запросто купит ну что визуально сделано хорошо но шпакла там ва стык а стык а стык а следует 109, 126, 125, 135. Здесь что-то не то с взором. Хорошо с этой стороны. Так, тут нормально. А здесь трохи торчащие. 118, имениное китайское стекло. Ну окей, выезжает, будем посмотреть. Коробка с Camry 60-кой стоит. Да, какой-то очень злой курильщик тут ездил. Так себе впечатление. О, салончик разбирали. Наверное, химчистили, не собрали до конца. Ай-яй-яй. А, это как-то нормально. Нет, там же рассказывали. А, это когда, типа, у нас же... По поводу Lexus утренника была. И по кисточке намазан, видимо, есть. Вот здесь. И... А там вообще, ну, так... Ну, как-как-как размазан. А еще аккуратно. Там еще классно, да. Я говорю, пацаны, то вы еще на Nissan не видели. И потом начали разбирать. Смотрите, какая камера. С претензиями к нам. Ладно, смотрим. По дверям, по дверям. Не откручивалось. Тут нормально. Здесь засечек нет. Здесь хорошо. Блин, ну, прокурено, это, конечно, пипец. Это, конечно, пипец. Вот здесь вот покоцанные двери. Сбитые от соседних. Да, много сбито. Учение, что у него здесь будет конский пробег. Да, руль у него по... Шо, 132. Ну-ну. Ну-ну. И химчищенный салон. И химчищенный салон. Вот теперь показываю вот здесь вот нормальная вставка. И вот легкий гондончик тут. И уже другая нитка и другая стежка. Стежок. Стяжка, стежка, стежок. Короче, стежочек. То, что у автомобиля 132 тысячи, я в это не верю. Тут плюс еще парни, ну, я не знаю, то ли они прикололись, то ли я что-то не так правильно понял. Они сказали, что задняя часть у этого автомобиля приварена. Я вижу, что задняя часть у этого автомобиля с ней все нормально. То ли они стебанулись над нами, то ли хотели отвлечь внимание, то ли еще бог знает что. Ну, в общем, что-что, а с задней частью этой машины все веревел. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. С этими выборами осталось 27 минут. Я сейчас быстренько расскажу. Значит, эта машина целая. Этим она интересная. То, что здесь скрученный пробег, это даже к бабке не ходи. Не сможем посмотреть, насколько скрученный пробег в Тойоте. Но есть одни мысли. Сейчас будем пробовать. Да видишь, большое количество автомобилей каждый день. Плюс-минус понимаешь, как должен выглядеть салон до 150 тысяч. И у Лексуса салон износостойкий. Он хороший, но не до такой степени, чтобы его перешивать на 132 тысяч. Табличка Лексуса. Смыли на бойке. Ролик. Чуть-чуть его колбасит. Шкив коленвала тоже ходит. Ну, типа еще ровно, но уже не ровно. Истошные звуки издает не двигатель, а генератор. В подшипниках гонной муфты. Здесь такой гурчащий, харкающий звук. Это именно оттуда. Салон Рагульна перешит здесь, боковушки. Особенно по водительскому сиденью видно. Ну, если на ней стоит китайская лобовая стекла, то... Объясню, вот, кстати, у меня на камре стоялась голова была китайская лобовая, было три подряда оригинальных. Ну, камень попадал, она сразу трещу выбрала. Мне пострековки меняли по паспорту. Я поставил китайскую саду. Я вот ее продал через 150 тысяч километров. Ни одного скола, ни одной трещины. Хотя прилетали. Поэтому вот... Давайте я вам другой аргумент. У вас первый патрон на камре был? Давай. На аккумуляторе. Первый патрон на аккумуляторе был на камре? Да нет, шестой год. Какой первый патрон? Окей. Подушки другого цвета с разборки стояли? Думаю, что нет. Потому что она не получала так одеть людей. Ну, вон, под колено, я видно, она синяя. Весь салон черный, она синяя. Это подушка, считай? Да. Это подушка безопасности под колено. Вот это вот. Все, я понял, понял. Я говорю, класс, пассажир. Кассажирам. Я просто не знал, как я думал, вот это там, короче. Я просто хочу спросить. Вот накладки вот эти. Видно? Накладки нет? Ну, вот она торчит. Ну, все оно такое. В очередной раз показываю, как люди не видят простых, очевидных вещей. Казалось бы, вот, взгляни, все лежит вот на поверхности, все перед глазами. Но нет, изначально они этого не видят. Хотя, когда показываешь разницу, как должно быть и как есть, сразу все становится видно, ясно, понятно. Ну, как это я уже ранее говорил, это, по-моему, называется научным термином проклятия знаний. Здесь вопрос не в том. Да, здесь есть вопрос по бамперу, что он криво стоит. Есть еще там, непонятно, почему коробка, предположительно, в электролите. Ну, то, что это не ее пробег, это точно. Рекомендовать этот Lexus за 35 тысяч мы точно не можем. Сейчас стремительно темнеет, всего лота мы еще не набрали. Спешим. Почему спешим? Очень просто. Услуга эксперт на день. Она подразумевает наш выезд, нашего технического специалиста на один день. Поэтому нам нужно максимум собрать автомобили и в кучу для того, чтобы их, в принципе, осмотреть. Рядышком стоит еще один Equinox. Интересен он тем, что он премиум, но он переднеприводный. Но все равно смотрим, потому что надо набрать полный лот автомобилей. Какой пропеллер здесь большой, ты посмотри. Прям как у XC90, у XC70. Как у Dafa. Что это такое насранное? Крашено. Да? Пропаленное. Чуть-чуть пропалили. Вот здесь вот. Оно что-то плавилось на воздухане. Вверху. То есть ты тоже один и пять на то, да? Да. Здесь тоже вон пята варена. Сколько? Отсюда видно. А вон вверху он еще и чуть-чуть кривой. Вот это такие вот поклевочки лежат. Ну я же говорю, что оно сразу видно. Вон под подушкой. Интересное место. Лонжерон. Что? Вот самое интересное. Еще идем за подушкой. Видите? Идет возле подушки. Шовчик герметиком обмазанный. Подожди. Дай, 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 дай. Дай фонарик. Ну капот, ладно. Капот, допустим. Панель, хрен с ним. Не мы такие, жизнь такая. Ну в принципе то, что оно говном помазано, это да. Но лонжерон этот не вареный. То, что к нему вопросов дофига. Вот если дальше вон посмотреть, то видно вон часть, которая подходит. Она, видно, что рихтованный. Разбор, крыла и фары. Их просто нормально надо собрать все. Вот это вот все сделано. То есть вот на пылы краски, ровненные кронштейны. Вот там вот видно, лонжерон рихтованный, но все расприварено. То есть его вытягивали, его делали. Никто этого не скрывает. Ну, дальше читать, смотреть. Да я не знаю, думаю, а что читать? Там же, ну, простая машина, ну, относительно. Да, тем более она переднеприводная. Допустим, вот этот вот лучше, чем предыдущий, который мы смотрим. Вот хотя бы все уплотнители есть. Если закрыть капот... Ну, а вот это не смотрите. Здесь хотя бы капот стоит. Там же не шуток. А, да, что это? Смотрите, вот здесь. Оно смещено просто, да, наверное? Планка должна быть просто сюда или нет? Предполагаю, что да. Нет, не буду, еще сломаю. Благими намерениями устелена дорога ватт. Мы эту херню уже проходили. Сделай человеку хорошо. 131, 126. Она не кручена, она целая. Нигде не кручена. Что, реально Раб понравилось? В плане по состоянию вымете, да, что они? Ну, и по состоянию. Самый крепкий оказался. И он и крепкий, и там особо прицепиться не. Чему единственное. Че, у них с красной тоже очень ничем. Я его не смотрел. Я смотрю. Потом вот этот вот жук. Рок, который я смотрел. Тоже живой. Но вот это, вот это, это пипец. Он, наверное, специально знал, что нас сюда нет. Посылать, сюда пускать. Потому что здесь машина, наверное, черный день. Черный. Под разборку, да, Кирок. Ну, как-то так. Поэтому... Че, черный будем смотреть еще? Давайте. Да. Ну, изолента, ну, еще что-то. Да, вывесили. У меня пока все вопросы только по морде. О, а здесь накладка цвет верхняя. Так, здесь ничего не откручивалось. Все ровное. Под капот пошли. Там все самое интересное. Ну, с этой стороны вопросов по нему у меня не возникает. А вот здесь вот уже начинается. Эта машина однозначно лучше. Сейчас мы будем ее смотреть. Даль. Здесь тоже рихтовка была по этой стороне, но не такая, как там. По крайней мере, сделана лучше. А где надпись есть? Стерлась. Стерлась. Так реально стерлась, смотри. Ну, да. Они все в Украине приезжают и стираются. Наш колпачок вылетел. Он, если посмотреть, стаканчик чуть-чуть лопнул возле герметика. Куда свечу. То есть он вообще целый? Ну, он. Да, он вообще целый. По сравнению с другими он вообще целый. А ну что здесь? Здесь ровненько, здесь красиво. В отличие от того. Эта машина без серьезных повреждений, поэтому она интересная. Она становится в очередь на СТО, которая завтра с утра откроет свои ворота, для того, чтобы мы весь этот паровоз осмотрели. А дальше был автомобиль, который ранее я вообще никогда не видел. Ну, в смысле, руками не массал. На картинках-то я его, как оказалось, видел. Такая удручная, как вот эта. Зазоры все пошли гулять. Кто на шашлык, кто на пикник. Машина номер. А, ёпта, она же закрепит. Что ты там говорил за беспощадный? Ёпта. А тут места много. Что это? Антифриз есть. Еще не успели слить. Слушай, как тут удобно все смотреть. Везде можно залезть. И там места много, и тут куча. Такой же шпонтор вот тут. Практично для того, чтобы ее ремонтировать. Видите заводские метки на петлях? А ну, а поодирай эту штуку, которая вот эта левая. Вот эта? Да. Вот и есть конкретно. Маленькая хлопушечка. 298, 224, 625. 1389. Все синенькие изоленты. У меня те, что там на первой локации мы смотрели, то были белые. Ну, такой полупрозрачный скотч. И здесь уже синяя изолента пошла. Нормальный фарбованный проем. Ой, как хорошо. Проемчик. Ну, синяя нить, это же не синяя изолента. Я же говорю, что что-то синее видел. Синяя изолента здесь нет. Здесь все хорошо. Или наоборот все плохо. Нет, изолента значит все плохо. Прикрывать? Есть вердикт, да? Вердикт есть. Да? Сильно ли так или по чуть-чуть? Нормально. Нормально? Ну, Глашина нормальный, дело нормальное. Ну, как нормально. Поплевка в проемах, нет, все равно. Это что, это минус от линка. В общем, там 10-15. Это констатация факта. Тут надо... Мы даже не знаем, сколько оно стоит. Мы реально в первый раз кекс мы видим. Я раньше эту хрень видел только на картинках. Я на картинках не видел. Раз, два, три. И все про то. Ну, я вот... Я когда первый завез в Украине, на них были только кипежные болты. Ну, ты, наверное... Я сначала брал с битыми дверьми. Я купил 50 дверей, а потом кексы. Двери приехали, а потом я начал это так. Выставь ты мне прайсов, что-то вдвоем получается. Да, тут вопрос не в том, что вдвоем, не вдвоем. Тут же мы же собрались не для того, чтобы шкуру содрать, а быстрее все-таки это все сделать и исполнить. И вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что сначала надо все закончить, а потом уже... Что-то говорить. Я больше идейный. Я же не за денег. Ну, хорошо, тогда что, мы определяем перечень, кстати. Надо посмотреть, что смотреть снизу и уже дальше посмотреть, дать вердикт и сказать, что интересно, что нет. Вот так, наверное, будет правильно. Потому что сейчас, ну, для нас эта задача такая новая. То есть, обычно мы с кучей машин должны сказать, вот, вот эту мы хотим и выбрать одну. А здесь же надо рассказать про все машины. И как бы как обезьянка, и умная, и красивая, зато возьми, зато схватись, там расскажи. А по итогу это надо каждую машину. От начала до конца посмотрел через яму, чтобы была полная карта недостатка. Вы тогда, окей, вот, пацаны, допустим, Raptor, что 80, ну, что он снизу, непонятно. Надо видеть. Самое большое разочарование это по тундре. Кузов, хрен с ним. В кузов можно накидать дров, накидать еще чего-то. Ну, у этого автомобиля рама. И если здесь нарушена рама, то эта машина неинтересна общения под каким соусом. А так хотелось. Потому что, в принципе, эта машина хорошая. Но то, что рама у нее ушла, вот это беда. Друзья, когда мы сели за монтаж видео, мы понимали, что будет две части. Но, судя по времени, мы точно понимаем, что их будет три. Их будет не четыре, не пять, их будет три. В третью часть, я думаю, мы уже сможем. Хватит у нас сил, возможности впихнуть все остальные автомобили. Осмотр на СТО. И что было еще, это еще не все. То есть, по факту, было осмотрено... Потом посмотрите, сколько было по факту осмотрено всего автомобилей. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Не забываем подписываться на канал. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok